уважаемые скорпионы всем доброго времени суток вы на канале о котором и с вами ольга сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 28 октября по 3 ноября включительно что вас ждет в этом периоде информация имеет общий характер поэтому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам присоединяйтесь надеюсь что каждый из вас досмотрев это видео до конца найдет для себя важную и полезную информацию которую которую сможете впоследствии воспользоваться расклад затрагивает все самые важные сферы вашей жизни это и личные отношения также работа и карьера финансы возможные доходы и расходы внешний мир в отношении вас рассмотрим все то что может оказаться в скрытых фактор подведем итоги всей этой недели сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания карта которая достану последние ответит на ваш вопрос и в раскладе также будет карта дополнительного совета или карта форс-мажора сам по себе расклад уже является одной большой информационной подсказкой карты готовы и я приступаю к выкладке уважаемые скорпионы все карты вашего расклада перед вами и я начинаю его прочтение расклад выпал для вас на этот период весьма неоднозначный в раскладе много сильных арканов но есть и карты которые могут говорить о любого рода сложностях препятствиях подвисаниях ожиданиях несмотря на то что в основе вашего расклада достаточно много сильных карт я вижу что вы в чем-то не уверены что-то у вас вызывает большие сомнения или опасения и об этом говорит уже первая карта вашего расклада это старший аркан луны эта карта может показывать любые внутренние страхи какие-то ваши личностные переживания касающиеся может быть действительно чего-то личного дома семьи отношений но это может касаться и других сфер вашей жизни потому что карта говорит о том что вы не чувствуете стабильности или вы не чувствуете полной опоры под ногами в каких-то своих действиях можете сомневаться или можете в отношении других людей проявлять недоверие вам может казаться что кто-то вас обманывает что кто-то вас сознательно вводит в заблуждение или что кто-то вами манипулирует эта карта может даже показывать некие навязчивые состояния или огромную подверженность лунным циклом лунным влиянием то есть полнолуние новолуние на вас очень здорово может влиять но в то же время эта карта гипер интуиции гипер чуть я поэтому что мужчины что женщины прислушивайтесь к своей интуиции в особенности женщины скорпионы так как все-таки карта луны это карта женских энергий если говорить о мужчинах скорпионах то скорее всего ваши опасения или ваши страхи связаны с женщиной или с кем-то из вашей семьи это может быть мать супруга дочь любая женская особа которая вызывает у вас волнение конечно по этой карте не стоит начинать каких-либо важных проектов в понедельник потому что эта карта показывает смуту то что что-то вы можете неправильно оценивать неправильно видеть эта карта любого рода искажений поэтому если есть возможность не заниматься ничем серьезным то и не занимайтесь но если вы захотите заняться медитативными практиками или поразвивать свое ясновидение для этого день хорош эта карта говорит о том что изначально вам нужно привести что-то в порядок в доме в семье в личных отношениях если говорить о вашем общем запасе энергии по этой карте энергетически сил вам все-таки на что-то не хватает и эта карта может показывать то приливы то отливы то вы себя нормально чувствуете то вообще никак может побаливать и голова могут быть смены настроения обратите внимание на гинекологию область почек обмена веществ если меня смотрят женщины также этот аркан может говорить о том что что-то происходит в замедленном действии то есть даже если вы хотите что-то ускорить не особо получается и карта может говорить о том что весь последний месяц были какие-то волнения и переживания на входящие события для вас выпла очень активная карта это рыцарь жезлов и уже этот аркан говорит о том что в вашей жизни начинается положительное движение будут какие-то положительные новости новости могут быть связаны с мужчиной или от мужчины возможно мужчина вам что-то предлагает какую-то встречу важный разговор если меня смотрят мужчины скорпионы по этой карте возможно вам самому в чем-то нужно проявить инициативу что-то организовать кого-то за собой повести или кого-то вовлечь какие-то процессы которые важны вам также карта может показывать какие-либо дороги важные для вас или срочные благодаря которым также может что-то решиться это могут быть любого рода встречи и телефонные звонки необходимое в которых вы также должны быть активными это может касаться и вашей семьи и профессиональной сферы тех кто работает так как в центр вашего расклада ваши кармические задачи выпала карта восьмерки жезлов она говорит о том что все таки в чем-то для вас открываются двери или появляются какие-то возможности потому что по этой карте решение многих вопросов стремительно будет развиваться и возможно вы действительно пытаетесь какую-то ситуацию продавить что-то ускорить на кого-то лишний раз выйти или с кем-то лишний раз пообщаться потому что карта показывает множество контактов но тут же мы видим блокировку рядом выпала карта восьмерки мечей а возле нее карта повешенного повешенный выпал вверх головой то есть он выпал не в своем прямом положении а в перевернутом это говорит о том что есть блоки что-то все-таки будет меняться но достаточно медленно то здесь мы видим скорость желание что-то ускорить развить сделать а тут препятствия возможно еще и то что в этом периоде могут лично вам мешать какие-то ваши собственные страхи связанные с прошлым это то прошлое в котором у вас что-то не получалось и вот эти страхи из прошлого вы перетащили в день сегодняшний и вы вполне своими собственными мыслями где-то себя сами можете блокировать поэтому у вас должны быть очень правильные мысли формы вы должны думать только о хорошем для того чтобы любого рода возможный негатив всячески блокировать так как эта карта выпала финансовый дом она может предполагать и некие финансовые сложности в этом периоде она может также показывать либо какие-то долги кредиты потери финансовые в прошлом о которых вы можете сокрушаться до сих пор что интересно что даже из-за труднений вы все равно пытаетесь искать выход так как повешенный развернулся но этот аркан предполагает то что вам постоянно нужно чем-то жертвовать что-то делать в ущерб себе возможно это сознательные жертвы на которые вы идете ради чего-то большего лучшего в вашей жизни но возможно это и вынужденные приспособления и две пары вот этих карт предполагают противодействие из состояния вот этого подвисания и также состояние неуверенности вы все-таки будете выходить потому что в скрытых факторах я вижу исключительно хорошие арканы тут и шестерка жезлов и карта солнца и тройка чаш это говорит о том что то что вызывает сейчас беспокойство решится для вас исчерпывающе то есть возможно какие-то страдания затруднения ограничения сейчас вашей жизни происходит не зря может быть вас высшие силы оберегают от каких-то больших ошибок или больших потерь связи с этим может действительно происходить большая переоценка ценности по этим двум картам но такое впечатление что вы постоянно занимаетесь самоизбичеванием сами себе посыпаете голову пеплом давайте возьмем дополнительные карты на профессиональную сферу всех тех кто работает и те кто не работает для тех кто при работе для вас выпала карта старшего аркана мира это очень хороший аркан карта предполагает и возможность карьерного роста и возможность расширения своих основных возможностей при этом параллельно по этой карте вы можете вести какие-то дополнительные новые проекты развивают что-то в основной работе эта карта выхода на новый уровень эта карта огромного уважения в обществе определенных регалий которыми вас будет награждать судьба и возможность конечно же зарабатывать и гораздо больше эта карта может показывать и зарубежное партнерство и возможность работать за границей и возможность работать дистанционно независимо в какой деловой сфере вы находитесь эта карта успеха и возможностей чем больше в каких-то вопросах вы будете проявлять активности чем больше вы будете стремиться к этим переменам и будете идти за своими амбициями у вас непременно что-то будет получаться потому что тут вам сами высшие силы будут помогать и только высшие силы но и люди в деловой сфере с которыми вы будете очень тесно связаны для тех кто на сегодняшний день в поиске работаем для вас выпла семерка монет она говорит о том что работу найдете скорее всего немножечко попозже хотя даже на этой неделе могут быть реальные предложения и по рыцарю жезлов и по восьмерке жезлов возможно вы будете с кем-то встречаться что-то по работе обсуждать это может быть не один вариант это могут быть разные направления тут больше двух трех или четырех вариантов вы для себя рассматриваете но все-таки эта карта предполагает возможное ожидание либо ту оплату которую вам будут предлагать за ваш труд вас может не совсем удовлетворять и вы будете выжидать более лучших предложений и может быть для кого-то именно поэтому выпала карта повешенного и сейчас могут возникать временные затруднения финансового характера исключительно временные для тех кто сейчас на пенсии или вы по другим причинам дома и для вас выпала карта пажа мечи этот аркан может говорить о том что из-за чего то сейчас есть нервы тех финансов которые у вас есть вас не удовлетворяют возможно вы думаете о дополнительном образовании или знаниях но если вы чему-то учитесь что-то может не очень хорошо или быстро получаться это тоже может вызывать нервы также этот орган может показывать любые мелкие недоразумения конфликтные ситуации разногласия с кем-либо это что по какому-то вопросу у вас нет исчерпывающей информации давайте для вас я возьму дополнительный аркан мы здесь видим королеву чаш если говорить о женщинах скорпионах эта карта показывает вас собственной персоной говорит о том что даже будучи дома так как вы натура весьма творческая вы способны для себя найти очень интересное занятие благодаря которому вы можете развиваться зарабатывать дополнительные деньги и еще своим близким помогать если говорить о мужчинах те кто сейчас дома то на вашу жизнь большое влияние может иметь женщина но женщина вам будет также чем-то помогать для тех кто пока в поиске работы так как для вас выпадала семерка монет она по-любому предполагает финансовые поступления значит есть какой-либо источник доходов но все-таки этих денег недостаточно поэтому вы для себя конечно же понимаете что нужно что-то в жизни менять или улучшать те у кого есть долговые или кредитные обязательства сейчас могут быть сложности с отдачи по долгам и возможно вы воздержитесь от неких выплат если у кого-то что-то решается по любого рода финансовым бумагам тоже что-то может подвисать растягиваться во времени и решаться не быстро но в конечном итоге ваш вопрос в любом случае решится помните о том что вас ничто не должно сломать и те сложности которые вы проходите вас сделают только сильнее карта силы в вашем раскладе говорит о том что вам эту внутреннюю силу придется проявлять не раз или демонстрировать свою силу но это сила вашей внутренней мудрости то есть любые вопросы нужно решать мудро не выходя с кем-то на прямой конфликт или конфронтацию даже если есть такие ситуации ну а теперь перейдем вашу личную жизнь в начале те кто в паре для тех кто в паре выпала шестерка чаш и карта старшего аркана силы обращаю ваше внимание на то что в центре расклада две восьмерки подряд несмотря на то что одна из них старший аркан вторая младший но они рядом в кресте вашей судьбы могут все-таки предполагать для вас дополнительные или новые знания поэтому если вы захотите чему-то подучиться или в чем-то себя развить или получить какие-то дополнительные навыки сейчас да с этим могут быть сложности но на будущее я вижу что есть развитие и вы можете чему-то еще учиться для тех кто в паре для вас выпала шестерка чаш и карта старшего аркана силы шестерка чаш конечно говорит о том что для вас очень важно чтобы в доме был комфорт уют чтобы у ваших детей все было хорошо или ваших внуков потому что первая карта показывает либо детей либо внуков и она может говорить о том что в этом периоде есть тесное общение с близкими кто-то может приходить в ваш дом к вам в гости или вы кому-то можете приходить в гости потому что двери ваших близких также для вас открыты так как эта карта семейного праздника эта карта может подразумевать то что кто-то из вас будет праздновать свой собственный день рождения и конечно же вас ждут положительные эмоции милые подарки хорошие впечатления если говорить о том есть ли любовь в паре конечно есть и я вижу что ваши чувства могут возобновляться есть притяжение у вас могут быть какие-то общие цели или задачи или общие планы если говорить о том кто доминирует в этих отношениях если меня смотрит женщина то все-таки пытается перетягивать пальму первенства в отношениях на себя партнер мужчина но вы ему ни в чем не уступаете и на самом деле карта силы это карта женских энергий по факту отношениями управляет все-таки женщина если мужчина чувствует себя главным значит женщина ему позволяет себя так чувствовать но если меня смотрят мужчины рядом с вами прекрасная женщина прекрасная мать яркая красивая особа с которой вам порой может быть сложно потому что эта женщина вам ни в чем не хочет уступать но возможно именно это качество вашей женщине вас и привлекает в доме в быту могут быть любого рода сложности но вы их с легкостью скажем так совместными усилиями с близкими с родными людьми будете решать или с вашей второй половиной переходим к нашим свободным скорпионам и посмотрим что у вас для свободных выплат десятка чаш карта короля жезлов и карта семерки чаш и свободные скорпионы тоже скорее всего будут что-то праздновать может быть у кого-то уже в этом периоде день рождения может быть это события которые предстоят но вы уже к этому готовитесь здесь может быть достаточно большая компания большой круг друзей и может быть вы захотите с размахом отметить свой день рождения но то что касается вашего ближайшего окружения на вашем месте я бы вам советовала пересмотреть свое окружение потому что ну не все люди рядом с вами могут быть искренними открытыми даже если вы кому-то открыты если вы на сегодняшний день уже с кем-то встречаетесь отношения могут развиваться тут тоже есть огонь страсти огонь желания желание обладать желание не потерять но если кто-то из женщин имеет дело с человеком семейным или мужчиной находящимся в отношениях не стоит строить каких-то ложных иллюзий или надежд на этого человека он и вас не захочет отпускать но эту семью не бросит даже если дает вам обещание этот человек вам может всячески помогать участвовать в вашей жизни но обязательства перед той семьей остаются те у кого есть дети от прошлых отношений ваши дети должны общаться и с одним и с другим родителем поэтому в этом плане не должно быть ограничений для вашего ребенка или для ваших детей это может быть очень важно если меня смотрят мужчины вы также очень яркий персонаж для женщин вы конечно же мужчина завоеватель и вы возможно уже покорили не одно женское сердце но вы сейчас ищите женщину все-таки не для сей минутных отношений а для отношений серьезных вам хочется стабильности уюта семьи вам хочется настоящей любви скорее всего вашей жизни есть или уже есть две женские особы которые могут бороться за ваше внимание или такие две женщины еще будут то есть наличие одной женщины не исключает наличие другой женской особы если говорить о подведении итогов конкретно этой неделе на завершение периода выпала четверка монет она говорит о том что выходные дни в чем-то появляется больше внутреннего спокойствия больше уверенности если первая карта говорила о больших волнениях нестабильности переживаниях то здесь я вижу что ваши мысли выравниваются вы под ногами твердо ощущаете почву возможно ближе к выходным дням или в конце недели решаться какие-то финансовые вопросы или возможно получение небольшой прибыли я вижу что вы пытаетесь деньги когда они у вас появляются все таки хоть немножко отложить или накопить хотя не всегда получается откладывать потому что по девятке мечей это могут быть любые даже вынужденные траты скорее всего выходные дни вам не захочется никаких шумных компаний громкого веселья и если ваш день рождения преподает где-то на середину недели или в течение недели вы так его в тот же день и будете отмечать то есть на выходные вы ничего переносить не будете и это нежелательно выходные вы уже что-то подсчитываете результаты чего-то результаты какой-то проделанной работы может быть что-то по финансам пытаетесь просчитать по своим доходам или по своим расходам даже будучи дома вы себя нагружаете какой-то работой даже если у вас заслуженные выходные но по крайней мере выходные вы проводите с пользой дела в скрытых факторах я вижу исключительно хорошие карты это тройка чаш это шестерка жезлов и эта карта старшего аркана солнца все три карты показывают праздник радость приятные встречи какую-то очень важную положительную для вас информацию возможно касающийся или работы или ваших амбиций или каких-то финансовых вопросов потому что эти карты говорят о том что вы способны выходить на более высокий уровень поэтому если у вас есть какая-то мечта или желание или не одно желание вы непременно должны идти за своими мечтами и будут люди которые вас в этом будут поддерживать откроем карту дополнительного совета или форс-мажора здесь мы видим короля мечей эта карта может показывать любого мужчину наделенного властью или некоторыми полномочиями это может быть мужчина служащий военно обязанный врач-юрист адвокат любой чиновник с помощью которого вы для себя будете решать какой-либо спорный вопрос помощь такого человека вам будет необходимо потому что во что-то нужно будет вносить ясность если говорить о мужчинах скорпионах эта карта говорит о том что у вас могут собственно возникать какие-то также неоднозначные ситуации в которых нужно будет принимать быстрые решения но все равно вы будете советоваться еще с одним мужским лицом я вижу мужчину примерно вашего возраста и еще мужчину помоложе обсуждается что-то важное может быть два мужских лица по поводу вас совещаются или вы общаетесь сразу с двумя такими лицами которые могут быть вам в чем-то полезны и теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта старшего аркана влюбленных эта карта пока дает ответ 50 на 50 она не говорит ни нет ни да она говорит о том что вы еще вольны выбирать вы еще вольны подумать высшие силы вас все-таки уберегут от неверных действий или под неправильных решений рядом с вами есть человек который вам будет помогать решить то о чем вы спрашиваете внутренне вы для себя уже что-то решили но в душе остаются некоторые колебания в вашем вопросе многое возможно и решать его нужно но забегая немножечко вперед скажу вам о том что здесь тоже будет какой-то период ожидания или подвисания то есть решится что-то не сразу даже если изначально в ближайшем времени вы получаете какие-то хорошие известия не спешите радоваться потому что потом снова как период ожидания но потом вы все-таки получите то чего хотите время нужно гораздо больше чем предполагается я так понимаю что для вас это вопрос исключительной важности который затрагивает ваши основные амбиции давайте также традиционно обратимся к оракулу и спросим что еще вам нужно знать на самое ближайшее время так как это оракул будьте готовы к любой информации уже центральная карта предполагает борьбу первый аркан говорит о неком наказании или о каких-то сложностях которые возможно есть у вас сейчас поэтому карты вашу ситуацию и показывают мы здесь видим ангела летящего с неба он похож на архангела михаила потому что он несет за собой свет что мы видим внизу мы видим и тьму масса рук множество рук протянутых вверх которые ждут этой помощи это может показывать любую сложную ситуацию в вашей жизни в которой вам нужна помощь этот аркан уже говорит о том что что-то под контролем высших сил и высшие силы в нужный момент придут к вам на помощь рядышком также мы видим карту рыцаря карту состязания борьбы принципов каких-то спорных вопросов ситуации противостояний вашего недовольство в отношении кого-то чьё-то недовольствие тут может проходить в отношении вас но здесь идет борьба за свои интересы или за справедливость и третий аркан это рука помощи которая вам будет протянута мы здесь видим человека который буквально тонет и в этот момент происходит активация по всем фронтам в нужный момент приходит нужная помощь но карты могут предполагать то что какая-то борьба еще предстоит либо будет еще какая-то неоднозначная ситуация уважаемые скорпионы таким для вас был расклад на этот период благодарю вас за просмотр за то что были со мной надеюсь что расклад все-таки дал вам ту информацию которой вы нуждались этот месяц по праву ваш и я вас всех искренне от души поздравляю с днем рождения тех у кого праздник намечается на этой неделе я желаю вам чтобы вы получили все то что вы хотите получить чтобы вы потеряли все то что хотите потерять чтобы вы обрели нужную силу и нужную уверенность в тех вопросах в которых вы не сомневаетесь любви вам счастье мира мира вам и вашим близким достатка процветания и всех земных благ я не прощаюсь с вами я говорю вам до свидания до следующих видео до следующей недели подписывайтесь на мой канал все те кто еще не подписан ставьте лайки за проделанную работу оставляйте обратные комментарии и до новых встреч всем до свидания и а и Субтитры создавал DimaTorzok